Активизация казачьего движения в Беларуси у многих людей вызывает закономерные вопросы. Присутствовало ли казачество в белорусской истории? Были ли казаки заезжими или в их ряды вливались местные жители? Исследования показывают, что на самом деле казачество на белорусских землях сформировало целый пласт культуры, пусть и не такой яркий, как в России или на украинских землях. Тем не менее, из песни слов не выкинешь. Именно народная песенная культура сохранила самое убедительное свидетельство о казаках Белой Руси. Белорусский фольклор, чуть ли не треть всех песен, именно народных, несут в себе упоминания о казаках. Это от песен, где казак выступает как жених, до войсковых песен, где казак собирается на войну. Местный фольклор, при том он встречается везде, в Западной Белоруссии, Южной, Восточной, Центральной Белоруссии. То есть по всей Белоруссии очень крупная часть народного фольклора, именно песенного, несет в себе историческое свидетельство о казаках. Расцвет казачьего народного движения на землях Белоруссии пришелся на конец 16-го, первую половину и середину 17-го столетия. После этого периода в Белоруссии не действовали крупные казачьи формирования, как в России донское казачество, терское, уральское и кубанское. Но если говорить о последнем, то без белорусских корней кубанские казаки, как наследники Запорожской сечи, вряд ли бы были возможны. Историческое Запорожье стало вольницей для всех выходцев из Белой Руси, не видевших своего будущего на родной земле, где православная вера жестко преследовалась после Брестской унии. Есть много исторических свидетельств, которые позволяют историкам как Украины, так и России и Белоруссии сделать заключение о том, что Запорожская сечь была основана выходцами именно земель современной Белоруссии. Кроме этого, необходимо понимать и знать, что существенная часть Запорожской сечи от 30 до 60 процентов, как утверждают некоторые историки, в различные периоды времени состоялась из выходцев с современной территории Республики Беларусь. Наиболее быстро казачество на белорусских землях восстановилось в Поднепровье после ухода Речи Посполитой с исторической арены. Сейчас в казачьем движении Белоруссии нередко можно увидеть таких участников, которые еще некоторое время назад сомневались в том, что казачество на белорусских землях исторически присутствовало. Но на примере собственного рода убедились, что это всего лишь стереотип. Начал интересоваться своей фамилией, своей родственной. Оказалось, что мой прапрапрадед, он сам из казаков. Вот эта фамилия распространялась, где был казачий полк Чаусов. Там есть целое поселение с этой фамилией. Потом вообще познакомился с казаками, которые все время казачьи традиции в своей семье поддерживают. Это фамилия Семашки, а не Витебского казачьего округа. Они меня немножко растолковали. Говорят, не просто люди приходят, казаки. Они приходят, потому что что-то в совести есть у них такое, которое тянет людей там, где есть правда. О том, что в Белорусской православной церкви казакам относятся серьезно, но в то же время очень деликатно, говорит и организация казачьих секций в рамках рождественских чтений в Белоруссии. К сожалению, два заседания было этих рождественских чтений. Казаки разных объединений казачьих не очень идут по качеству на объединения. Но прошло очень хорошо. Во-первых, дата 100 лет начала гонений на Русскую православную церковь и 100 лет борьбы с казачьим как с классом. Несмотря на противоречие между отдельными казачьими объединениями, постепенно казачество занимает свое место в белорусском обществе, привлекает молодежь, значит, имеет и будущее. Мы видим возрождение на Белоруссии этой казачьей традиции именно как народного движения. Не родового, а именно движения людей, которые хотят что-то сделать для своей родины, православных в первую очередь, несущих в себе какой-то элемент духовности, нравственности и защищающих своих детей, свою землю и свой народ от различных напастей. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Брест, Минск, Беларусь.